Даже после того, как я понял свою ошибку, дальше продолжал вот эту вот броню набивать. Поехали смотреть закрытое видео. И как вообще сэндвич трубы феррум прошли испытания. Ну и здесь вот даже вот в этой вот сухости, уши просто вообще сворачиваются, все пальцы горят. Мы сейчас делаем еще вторую экспериментальную баню. Друзья, всем привет, с вами канал Живая Русская Баня, меня зовут Владимир Ефремов. И после того, как я выложил видео по производству феррум, на меня посыпался хейт, что мне оплатили, что я вылизываю феррум. Вообще изначально этот проект по экспериментальной бане делался для того, чтобы разобраться в различных материалах, в различных дымоходах, в различных печах и понять, а из чего построить баню. Я выложил то видео по испытанию дымохода феррум. И компания феррум позвонили мне и сказали, что твои выводы были неверные. Ну, в конце видео я сделал выводы, и мне сказали, что эти выводы были неверные. Я не поверил по поводу этого, начал с ними спорить по телефону. Они мне предложили, приедь к нам, мы тебе все покажем. И для того, чтобы показать всем вам и чтобы всем вместе разобраться, я поехал туда в феррум. Мне оплатили самолет, мне оплатили гостиницу. Я приехал и посмотрел. И вот то, что я там увидел, я хочу вам тоже показать, чтобы мы вместе с вами посмотрели и разобрались. Чтобы вы не представляли, что я такой бронелобый, уперся в одно, что дымоход говно. И даже после того, как я понял свою ошибку, дальше продолжал вот эту вот броню набивать. Давайте сейчас посмотрим сначала видео испытания, которое у меня было закрыто. А в конце видео я покажу, в чем я был неправ. Поехали смотреть закрытое видео. Друзья, всем привет! С вами канал Живая Русская Баня. Меня зовут Владимир Ефремов. И сегодня мы начинаем ставить и испытывать дымоход феррум. Прошлый дымоход мы испытывали у ОМК. Я вам показывал, как мы его ставили, как мы его испытывали. Сами испытания посмотрите в предыдущем видео. Сегодня испытываем дымоход феррум. Сейчас погнали устанавливать. Сейчас покажу, как будем устанавливать трубы феррум. Как пройдем опять проходку через крышу. Сверху сделаем мастер-флэш. И затопим ее. Сегодня вот в обед мы ее затопим. Сейчас у нас утро, где-то около 10 часов утра. Сейчас мы ее поставим, затопим. И завтра будем снимать и смотреть, что с ней произошло. Погнали монтировать. Кстати, сейчас приехал один из наших, хотел сказать, форумчан, зрителей на ютюбе. Ну и форумчанин в телеграме. У нас есть форум в телеграме. Серега. Вот Серега тут рядышком стоит. Сейчас он нам поможет устанавливать сами сэндвич-трубы. Ну и покажем вам заодно. Он их сам никогда не ставил. Приехал посмотреть, как ставится, так как баню себе строит. В общем, погнали ставить сэндвич-трубы. Сначала будет ставиться монотруба. И потом сэндвич-труба. Обратите внимание, что форум идет в упаковке. Ну я, в принципе, в предыдущих видео говорил, что форум идет в упаковке. У МК тоже было в упаковке. А вот дымоходы Лава были, к сожалению, без упаковки. Из-за этого, пока они до нас ехали, они слегка помялись в транспортной компании. В общем, смотрите, у нас здесь на печи идет чугунный переходник. Вообще на него сверху должна была одеваться 130-я труба. Но мы хотели испытывать 115-е трубы. Поэтому внутри сделали проточку на токарном станке. И сэндвич-трубы устанавливаем вовнутрь. Вот таким вот образом вовнутрь. Я сейчас сэндвич-монотрубу сначала поставлю. Но у нас вот здесь все равно образовывается небольшая щелка. На герметик я сажать не хочу. А то, как уже сказал, заколебался. Выбивать его потом оттуда. Сначала просто поставим монотрубу. Выставим ее по уровню. Или даже, наверное, знаете, сделаем так. Так, все равно мы сейчас пока будем сэндвич-трубы ставить. Она у нас куда-то шатнется, не шатнется. Сейчас примерно ее поставим по уровню. Сделаем все сэндвич-трубы. И только после этого я вот это вот примыкание монотрубы и чугуна сделаю герметиком. Ну, чтобы когда уже полностью выставиться, тогда герметиком пройти. И начинаем ставить. Сначала идет вот такой вот переходник с монотрубы на сэндвич-трубу. Он идет холодного типа, вот здесь вот без утеплителя. Нет, наверное, все-таки его я посажу изначально на герметик. Неплотно он садится. Пройду герметиком. Сделали немного герметика и вставляем переходник. На переходник у нас уже будет ставиться сэндвич-труба. Кстати, ребята, извините, накосячил. Придется выдергивать. Забыл сделать верхнюю плиту у печи. Потолочка у нас здесь сделана из мини-рита. Я ее просто пока прикину вот сюда вот. Потом мы ее установим на сам потолок. Смотрите, кстати, после прошлых испытаний трубу ОМК, вот здесь вот мини-рит немного потемнел на песочнице. Ну, была температура. Но мы и жарили их очень сильно. Кому, кстати, интересно испытание ОМК в предыдущем видео, смотрите на канале. Дальше устанавливаем первую сэндвич-трубу. Вообще нужно ставить их на герметик, но на герметик мы ставить ее не будем. Получается, изначально мы ее поставили, сейчас ее сверху нужно подбить. Я сейчас на чердачное помещение залезу и сверху подобью ее. На чердачное помещение залез. У меня здесь лежит дощечка, которую уже подбивали. Видите, характерные кольца остались. Молотком нельзя сразу же стучать по сэндвичу. Вы просто помнете все борта. Положили дощечку сверху. И сверху по дощечке. Нужно подбивать до характерного такого звука. Сначала она, получается, идет вниз. И потом, когда она уже уперлась, характерный глухой такой звук уже так. Бум-бум. То, что она уперлась, получается, в нижнюю трубу. Вот, все, она перестала идти. И пошел глухой звук. Все, сейчас буду дальше следующую трубу ставить. А вот в эти вот места будут одеваться хомуты. Так, ну вот, получается, одну трубу поставили. Серега сейчас поднялся на крышу. Из крыши устанавливаем. У нас здесь пропил черепицы уже есть. Правда, мы его здесь, конечно, неправильно пропилили. Лучше болгаркой профнастил, либо металлочерепицу не резать. Лучше прорезать ножницами. Но мы здесь торопились, прорезали болгаркой. Все равно мы это все будем в дальнейшем разбирать. Долго оно служить не будет. Все, устанавливаем следующую сэндвич-трубу. И также сейчас залазю на крышу и сверху буду ее подбивать. Сделали ее сейчас без герметика жаростойкого, чтобы потом нам было проще ее разобрать. Ну и чем потяжелее сразу же. Под рукой нету большого молотка. Все, вот чувствуется, все, он плотно встал. И края, видите, мы края не загнули, то, что били через дерево. Если били напрямую молотком, то сразу же бы вот эти вот все края загнули. Дальше у нас идет мастер-флэш. Нужно его натянуть аккуратно, чтобы не порвать вот этот вот герметик. И не обязательно вырезать кольца, прям подгонять под диаметр самого сэндвича. Лучше натянуть, чтобы у нас вода туда не попадала. Ну и у меня силиконовая смазка сейчас закончилась. Вообще, желательно вот так вот силиконовой смазкой его побрызгать. И он очень легко такой, раз, туда одевается. На канале будет видео, три различных варианта обхода трубы. Вот первый вариант, это мастер-флэш. Будем показывать еще два варианта, еще какими вариантами можно сделать. Труба у нас еще болтается. Мы сейчас поставим потолочно-проходной узел, и она у нас зафиксируется в нужном месте. Ну и по уровню, соответственно, выставим. Кстати, вот этот мастер-флэш уже испытание одной трубы прошел. И видите, он нигде не поплавился. Сейчас же опять же его посадим на герметик, и будем уже поджигать печку. Осталось нам поставить оголовок. Все, установили оголовок. Сейчас поставим все хомуты, и будем затапливать печку. Вот я сейчас вниз спустился, уровнем уже примерно посмотрел. Но сейчас мне нужно поставить лист минерита. Ну, это, грубо говоря, потолочно-проходной узел. Он у нас, в принципе, уже отцентрован по печи, потому что мы до этого печи, ой, трубы испытывали. Сейчас я его наверх поднимаю. Отверстие под гвозди, по ним уже и закрепляю. Под саморезы, точнее, извините. Так у нас в уровне. Так у нас в уровне трубы. Трубу мы в уровень поставили, и сейчас я пройду герметиком то место, про которое говорил. Соединение монотрубы и чугунной трубы. Я вовнутрь не стал герметик загонять, но чтобы у нас вот здесь вот не было поддымления, пройду герметиком изнутри. Не очень удобно мне будет с обратной стороны это сделать, но придется пальцем. Вот в этом вот месте на соединении двух сэндвич труб мы хомут ставить не стали, потому что у нас здесь мастер флеш на это место как раз одевается. Мы саморезами, так называемыми клопами, семечками, стянем это место, чтобы у нас не было расхождения у сэндвич труб. Просверливается получается только наружная труба, внутренняя труба не просверливается, мы ее стягиваем в этом месте. Я мастер флеш сейчас посажу на герметик, но полностью на герметик проходить не буду, сделаю только сверху, нам все равно это сейчас только на сутки. Я на прошлом испытании сэндвич труб УМК полностью герметиком прошел, потом когда сдирал, заколебался отдирать это все хозяйство. Она за сутки прикипела так, что я здесь двумя руками дергал, думал профнастил оторву. Сейчас с верхней стороны только пройду, если пойдет дождь, чтобы он у нас туда не попал. А так вообще нужно со всех сторон проходить. Вот мастер флеш я сейчас сверху на герметик посадил, по краям сейчас просто наживлю, мы буквально на сутки эту трубу ставим на испытание, чтобы завтра было проще снимать. Сейчас также наживлю саморезами по кругу, пробегусь. Мы поставили сэндвич трубы ФЕРУМ и сейчас начнем их испытывать. Испытываем мы их на печке ГЕФЕСТ. ГЕФЕСТ это один из наших партнеров, который на эту экспериментальную баню нам дал печку. Еще потом будем испытывать печку ГАРИНИЧ-3, уже с другими сэндвич трубами, тоже в следующих выпусках покажем. Для розжига замечательно подходят упаковки от сэндвич труб ФЕРУМа. И будем сами сэндвич трубы испытывать. В общем будем их сейчас сжечь в сутки, в жестком таком режиме, чтобы прямо аж монотруба красная была. Очень по жесткому испытывать, снимать температуру, показывать какая температура на монотрубе, на сэндвич трубе. Ну так же как мы показывали и на трубах ОМК. И будем в конце видео покажем как мы это разобрали и как вообще сэндвич трубы ФЕРУМ прошли испытания. Сейчас разжигаем, а вы смотрите видео дальше. Ну вот у нас прошли сутки, как мы топим и испытываем трубы ФЕРУМ. Сейчас сделали последнюю закладку дров. Сейчас давайте зайдем, сравним температуры везде. На монотрубе, на сэндвич трубе, в чердаке посмотрим температуру. Мы там стрелку термометром в бане вообще положили просто. Смотрите, здесь стрелка термометра упала аж на это, в самый низ. На влажность не смотрите, она вообще неправильно показывает. И здесь стрелку термометра уронили. Здесь градусов, не знаю, 130-140 сейчас в бане. Свет выключили, краснющая труба. Температура на монотрубе 414 градусов. На сэндвич трубе 230 скакала. 230 градусов. Ну и здесь вот даже вот в этой вот сухости уши просто вообще сворачиваются, все пальцы горят. Тут очень жарко. Ай, не могу. Вот мы сейчас в чердак залезли. Сразу же хотел вам показать. Смотрите, вы видите. Часть чердака утеплили стружкой, стружкой, опилкой. Часть чердака утеплили утеплителем 50-й плотности. А вот дальняя часть у нас утеплена утеплителем 80-й плотности. Как, какой утеплитель держит температуру мы снимем в отдельном видео. Кстати, вот здесь вот часть стены, вот эта вот стена у нас здесь тоже полностью утеплена вот такой вот стружкой, опилкой. Ну и стены тоже утеплены различными утеплителями, но это будет в отдельном выпуске. Сейчас дальше давайте смотреть по сэндвич трубе. Смотрите, вот я ее черным цветом покрасил. Наружная стенка у сэндвич трубы разогрелась до 176 градусов. Представляете, какая горячая. По идее от нее даже, ну и дерево может загореться, если долго будет от нее перегреваться. Для этого вот эти вот все отступы и нужны. Но здесь вот даже отступы сделаны неправильно. Вот эти вот места нужно делать мини-ритом. Сейчас я померю, сколько у нас боковые стропила вот эти. В принципе, боковые стропила не горячие, 33 градуса. Сейчас еще хочу посмотреть температуру под утеплителем. У нас вот здесь вот утеплитель заложен. Вот внутри в утеплителе труба нагрелась до 383 градусов. Из-за этого, по идее, сэндвич труба перегревается вот от этого вот утеплителя. Видите, у нас здесь опилки просыпались. И они сразу же начинают шарить. Нельзя так делать. Это у нас экспериментальная баня. Повторюсь, нельзя так делать, чтобы вот здесь вот какое-то дерево было, какие-то опилки. Следующие трубы, когда буду испытывать, я вообще хочу вагонку к трубе близко подогнать. Вот здесь вот в песочнице. И посмотреть, как она зашает в следующем выпуске. Смотрите, в них будет. Начинаем печку уже тушить. Уже сутки она топится. И будем разбирать сэндвич трубу. Смотрите видео дальше. Будет в конце видео, что стало с трубами феррум после вот такого вот жесткого испытания. Ну, кто-то скажет неправильное испытание. Ну, пускай оно у нас колхозное, но какое есть. Ну все, финиш у нас испытаний труб феррум. Сейчас начинаем их разбирать. Сама труба сэндвич остыла. Моно-труба остыла. А вот до саркофага Гефеста, ну, нельзя руку держать. Вот опускаю. Все горячо. Горячее еще сильно. Хомут. Ну, хомут понятно. Он у нас весь посинел, так как он здесь на моно-трубе находится. Моно-труба тоже вся посинела от высоких температур. У нас здесь все до красна раскалялось. Так, мастер-флэш я уже открутил. Сейчас, что мы здесь сначала с наружней стороны видим. Колпак у нас посинел. Температура была большая в него, снизу било. Он сверху синий стал. Верхняя часть у колпака тоже посинела. Вот эта вот часть. Ну, огонь, получается, выбивала сюда. И здесь вот она тоже посинела. Внутри черный. Здесь что мы видим? Сам базальт стал не желтый. Сам базальт побелел. Но это только еще самый верх. Здесь он плотно весь сидит. Здесь он не перегрелся, не запекся, не уменьшился в размерах. Внутри сажа. Сейчас вот посмотрим. Вот внутри, в принципе, даже не сажа, а просто небольшой какой-то белый налет. Хотя мы здесь топили очень много сосной. Ну, сухой сосной, чтобы температура была высокая, потому что береза сырая. Топили сосной. Но ничего пока здесь не видим. Начинаем сейчас разбирать. Сначала снимаю. Вот опять мастер-флэш. Я его только сверху сделал герметиком. И то он прилип, что отрывать приходится. Все, пойдемте смотреть, что у нас произошло с сэндвич-трубами. В общем, сейчас мы все сэндвич-трубы сняли. Спустили сюда, к нам вниз на стол. Сейчас будем смотреть. Начинаем с самой холодной трубы. Мастер-флэш сейчас полностью сниму. Самая холодная, это самая верхняя труба. Мастер-флэш не поплавился, какой был, такой он и есть. Края совершенно ничего с ними не стало. Откинем его в сторону. Дальше разглядываем трубу. Смотрите, что я здесь вижу. Труба вот в этом вот месте посинела. Соответственно, у нее был перегрев с внутренней стенки, с внутренней трубы, на наружную трубу. И вот в этом месте она посинела. Такое ощущение, что вот в этом вот месте, внутри, там утеплителя нет. Мы сейчас это посмотрим. Давайте сразу же будем смотреть. Так, еще смотрим. Внутренняя труба начала немножко шататься. Сейчас попробую ее вытащить. Нет, она не идет. Внутренняя труба плотно. Сейчас вытащу верхний пыш. То место, где была синева, ну, вроде полностью заполнена. Тут нету никакой просадки. И на самой верхней трубе я не вижу, чтобы было оплавление базальта. В принципе, какой базальт был, такой базальт и есть. Но вот здесь вот есть немного оплавления. Видите, вот здесь вот корочка наплавилась. Но это самая холодная труба. Единственное, базальт поменял цвет. Но это он от температуры поменял цвет. Смотрим следующую трубу. Следующая труба у нас была в чердаке. Это у нас пятна от краски. То, что мы снимали температуру. Нигде синевы нету. Вот эта вот часть была ближе. Смотрим внутрянку. Внутри труба стала болтаться. Базальт сплавился около трубы. И труба начала болтаться. Если смотрим то, что было ближе к печке, то вот это вот место уплотнилось. Вот здесь вот припеклось. Появились небольшие зазоры. Внутренняя труба начала двигаться. Если в той внутренняя труба не двигается, то здесь внутренняя труба начала двигаться. Больше никаких видимых, прям таких изменений нет. И смотрим самую горячую трубу. Я еще не снимал переходник с монотрубы на сэндвич трубу. Что мы здесь видим сначала визуально? Там, где она проходила через песочницу и была заполнена утеплителем, не было съема тепла и произошел перегрев. Видите, наружная стенка изменила цвет. Здесь температуру мы снимали, смотрели. Здесь температура была на наружной стенке около 360-380 градусов. Здесь дальше что еще видно? Также базальт поменял цвет. По краям он оплавился. Сейчас посмотрим самое интересное. Снимем. Старт. Вот здесь вот что-то интересно. А, нет. Видимо, просто что-то прилипшее было. И смотрим здесь. Базальт по краям тоже припекся. Труба внутренняя стала шевелиться из-за того, что базальт припекся. И сейчас мы опять же пыш вытащим и посмотрим, что стало с внутренним утеплителем. Внутренний утеплитель тоже, вот он здесь прямо вот такой вот плотный-плотный стал. Внутри он припекся. Но дальше не поменял ни форму. Ни в принципе то, для чего он предназначен. Дальше вот как есть утеплитель, так он и есть утеплитель. Ну, единственное, внутренние трубы стали шевелиться. Вот она, внутренняя труба шевелится. Но это из-за того, что в ней была высокая температура и он припекся. Испытание феррум прошел. Испытание прошел достойно. Сразу же понимали, что базальт сплавится, но не сожмется полностью, не осыпется, ничего с ним не произошло. В общем, я считаю, что трубы феррум, испытания прошли. Трубы достойные. Так вот, берем дымоход, который у нас стоял на экспериментальной бане. И когда я в него заглянул, я увидел вот эти вот полости. Вот видите, вот эти вот полости. И сказал всем вам, что базальт выгорел. Но, как оказалось, когда происходит забивка утеплителя между двух труб, между внутренней трубой и наружной трубой, дальше происходит его уплотнение, базальт ложится неровно. У него происходят небольшие загибы. И вот эти загибы как раз здесь и видно. При высокой температуре, которую мы дали на эти трубы, а температуры были реально запредельные, которые вы в своей обычной бане никогда не сделаете, вот эти вот загибы, как они были, так они и подпеклись. Я сейчас поехал в магазин, купил дымоход. Вот заехал, купил эту трубу в магазине. В ближайшем магазине у меня здесь был дачный эксперт. Заехал, купил полметровую сэндвич трубу. И сейчас поедем в гараж разбирать ее вместе с вами и смотреть. Это у меня дымоход с экспериментальной баней, которую я показывал. И сейчас будем разбираться. Вот я сейчас специально хочу вскрыть новую трубу. И в новой трубе мы вместе с вами посмотрим, как выглядит вот эта вот внутренняя стенка без внутренней трубы. Есть ли на ней вот такие же вот загибы или их нету? Давайте сейчас скрывать этот дымоход. Все, вот он пошел. Надеюсь, у нас все получится. Вот смотрите, заглядываем в дымоход новый. Вот это вот пыш, вот это вот пыш. Вот это вот внутренняя забивка самого утеплителя. Видите, идут такие же загибы. И когда вот эти вот загибы подпеклись от высокой температуры внутри трубы, они стали выглядеть так же, как вот в этой вот трубе. Вот эта труба. Соответственно, запекания и оплавления самого утеплителя не было. А я посчитал, что это было оплавление дымохода. Дальше делайте выводы сами. Я свои выводы уже сделал. Так что, если видео было полезно, не забываем палец вверх ставить, подписываться на наш канал. Дальше будет еще очень много всего интересного. Мы сейчас делаем еще вторую экспериментальную баню. Пальцы вверх. Всем пока.